Всем привет! Тульбит Махнатых. Чудовища погода у нас сегодня. То солнце, то ветер, то дождь собирается. В общем, фиг поймешь. Но самое главное, знаете что? Что у нас начала цвести акация. Вот первые дни, когда она зацвела. И меду мы, конечно, с нее что? Много не возьмем. Почему? Потому что семьи не выросли. А почему они не выросли? Потому что холодно. Так вот, задавали хороший вопрос. Будут ли родиться семьи, если нет медузбора? Вроде там говорят люди некоторые, что если пчелы не работают, то они роятся. Ну, в принципе, это правильно. Потому что если они не работают, то они роятся. Вот. И что нам ждать в перспективе в дальнейшем? Значит, люди немножко правы. Ну, немножко и не правы. Значит, пчелы сейчас... Я почти всю пасеку пересмотрел. Мисочки есть. Маточника ни одного. То есть пчелы роиться не собираются. Потому что рой пчел, это... Надо когда-то видео большое снять по этому делу. Это не просто так. Для того, чтобы пчелы изроились, должна быть роевая пчела. А сейчас роевой пчелы нету. Вот я вам сейчас покажу. Роевая пчела где висит всегда? Под рамками, в виде бород. Вот. Есть бороды под рамками? Нету. Значит, что и роевой пчелы? Значит, что нету. А если нету роевой пчелы, то некому роиться. Вот эта вся пчела, которая по рамкам сейчас бегает, это рабочая пчела. Она в жизни роиться не будет. Потому что у нее нету ресурса. А роиться только ресурсная пчела. Выкормленная по специальному рецепту. Рамочка с открытым расплодом. Ставил я им рамочку. Но тут матка зафигачила яиц. Видимо-невидимо зафигачила. Поэтому сейчас мы этим товарищам еще одну рамку сушнины всунем. Светлую, красивую. Чтобы заставить матку сейчас работать. Потому что сейчас у нас холодно. Обещает тепло уже. Вот, через пару дней. А пока что холодно. А матка, когда холодно, она работает только в пределах обитания пчел. То есть, у тех пчелы греют, там она и работает. За пределы обитания пчел она не выходит. Поэтому, если вы будете ставить сушнинку за гнездом пчел, то она на нее, скорее всего, просто что не пойдет. Пока пчелы не расширятся, не станет их больше, не начнут занимать эти рамки. Поэтому, вот сейчас, когда холодно, вот эти рамки под расплод, надо ставить в средину гнезда. Тогда пчелы вынуждены будут их греть, и матка там засеет яиц. Потому что, если поставить с краю гнезда, нифига она засевать не будет. Это у нас уже три рамки расплода было, да? Это у нас четвертая рамочка расплода. Так вот, почему пчелы роиться не будут? Во-первых, нету роевой пчелы. Во-вторых, пчелы, чтобы израились, должны выполниться несколько условий. Первое условие это, должно быть много печатного расплода. То есть, роевой пчели, которой сейчас нет, потому что они ее не выращивали. Опять вот я сушнинку ставил, и маточка бегает тут по сушнинке. И опять вот все в молоденьком расплоде. Тоже надо им поставить сюда сушнинку. Чтобы матка туда засевала яйца. Иначе что? Иначе ей просто некуда эти яйца засевать. Дадим две сушнинки. Пусть себе работает. Перейдем на другую сторону. Ветер поднимается. Не даст поработать. Ветер лупашит полным ходом. Наверное, дождь будет. Это уже было 5 у нас рамок расплода. Это 6 рамок расплода. И в принципе, вот уже 6 рамок расплода есть. А когда пчелки роятся? Когда у вас 8-9 рамок расплода. И в принципе, они бы уже должны что? Тянуть маточники понемножку. Хотя бы сигнальные. Они не тянут. Так вот, должны выполняться несколько условий для того, чтобы пчелы израились. Это последняя рамка расплода. Еще им сушнинку предпоследней поставим. Тут и нам же греть ее не надо. Какие это условия? Это, во-первых, много печатного расплода. Притом, не простого расплода. Не такого, как сейчас. А именно роевой пчелы. Второе. Должен быть роевой маточник. Вот. И третье условие. В улье должно быть много меда. Если много меда в улье нету, то пчелы, скорее всего, роиться не будут. Это при том условии, что у них и в улье меда нету, и взятка нету. То есть взять меда неоткуда. Почему пчелы не будут роиться? Потому что, когда нету приноса и нету в улье меда, то пчелы встают на тормоз. То есть пчелиная семья затормаживается. Она просто перестает развиваться. То есть они уходят в эконом-режим. И пчелиная семья перестает нарастать. То есть развиваться. Все. Вот она в таких размерах остановилась в предроевом состоянии. Скажем, там 7-8 рамок расплода. И дальше она не пойдет. Больше она пчел выращивать не будет. Нечего жрать. Вот этот год, он у нас такой. Сейчас все вымерзло. До этого времени жрать не было чего. Сейчас зацвела калина, зацвела акация. Вроде как появляется мед в ульях. Ну, во всяком случае, я поднимаю рамочки и вроде как есть свеженький напрыск. То есть падает нектар на дно улья. То есть медочек они все-таки принесли. Ну и тихонечки лед есть. То есть акация зацвела, они что-то там будут носить. Так вот, до этого времени у нас пчелиные семьи плохо развивались. Они на это время должны быть немножко лучше, чем сейчас. Вот, потому что что? Потому что они встали в стопор. Я хоть их немножко там и подкармливал прошлогодним медом, но все равно это мало. Ничто не заменяет свежеперенесенный нектар. И пчелы сейчас стоят на стоп-кране. То есть пчелиные семьи развиваться не хотят. Соответственно, роиться они не будут. Но вот сейчас все поменяется, потому что сейчас зацветет акация. Пойдет принос, они принесут немножечко меду в улей. И если акация не обеспечит хорошего взятка, чтобы они не роились, то эти мохнатые чудовища пойдут в ройку. Потому что есть мед в природе, в улей немножко принесут. Все, сложились условия для роения. Расплода у них есть. Еще роевой пчелкой они подгонят. То есть сейчас они молоденькую пчелку начнут кормить лучше. Более сытно, потому что нектар появился стоп-кран снимется, появится роевая пчелка, меда принесут, маточник повесят, расплод у них есть. Все. Вот эта семья, она сейчас может зароиться. Поэтому, когда зацвела вот у нас акация, то с одной стороны это хорошо, потому что это мед. с другой стороны, если сейчас акация не обеспечит хороший взяток, а в нашей местности вряд ли это будет, то сейчас все эти пчелы массово начнут роиться. То есть сейчас роение, оно получилось, как сжатая пружинка. Вот пружинка сдавилась, и вот эти пчелки, они хотели бы роиться, да меду нет. И как только сейчас это условие выполнится, меду принесут, эта пружинка бах и распрямилась. И будем иметь раи. Или, если правильно сказать, раи будут нас иметь. Такие вот истории. Поэтому то утверждение, что если пчелы нифига не делают и меду не носят, они начнут роиться, не, они начнут. Если у них улье голо, не будут роиться, встанут на стоп-кран. Чтобы они зародились, нужен обязательно взяток, хотя бы поддерживающий. И вот тогда они пороятся. Тогда нет проблем. А сейчас они стоят на стоп-кране. Так, надеюсь, как я зацвела, стоп-кран снимется и начнем хоть пчеловодить нормально. Потому что этот год, капец какой провальный. Весна абсолютно никудышняя, холодная, голодная. Давненько я не помню, такого апокалипсиса. Ну, будем надеяться на лучшее, потому что рапс у нас цвел, тоже холодно было с рапса. Принесли там что-то, но ложку. Они что принесли, то на расплоды съели. Вот, то есть стоп-кран на рапсе не снялся. Я надеялся, что снимется, но не снялся. Сейчас акация, будем надеяться, что на акации хотя бы снимется. Такие вот дела. Вот такие вот у нас на сегодняшний день печальные истории. Семьи, в принципе, в принципе, такие, что в принципе могли бы и меду немножко пособирать. Но не факт, что так случится, потому что акация растение такое ненадежное. То дождь сгнила, то засуха, ничего нет. В общем, акация сильно стрёмное растение. Мед может быть, может и не быть. Но будем надеяться, потому что плачевная у нас сейчас история. Вот, громыхает рамки голые. Мед прошлогодний практически уже закончился, кормить нечем, а сиропом кормить не хочется. Такие вот дела. Поэтому сегодня такое вот печальное видео. Ставим лайк, кому понравилось, кому не понравилось, все равно лайк, потому что, ну, капец у нас. И обязательно передаём мне соболезнования. Не идёт пчеловодство в этом году.